Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Аналитики Brent Finance опубликовали ежегодный отчет Global 500, в который вошли самые дорогие существующие компании. Интересно, что впервые с 2016 года место лидера заняла Apple, ее оценили в 263,4 миллиарда долларов США. Рост показателей связывают с диверсификацией бизнеса и развитием цифровых сервисов по подписке, включая и Cloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Второе место занял гигант розничной торговли Amazon, 254,2 миллиарда долларов США, третье, Google, 191,2 миллиарда долларов США. При этом аналитики отмечают, что доходы Google серьезно пострадали, так как подавляющая их часть поступает от рекламы, а во время пандемии часть компаний сократила свои маркетинговые бюджеты. В пятерку лидеров также вошли Microsoft, 140,4 миллиарда долларов США, и Samsung, 102,6 миллиарда долларов США. Что касается других номинаций, то самым быстрорастущим брендом признали Tesla, за год стоимость компании выросла на 158%, до 32 миллиардов долларов США. В сфере медиа отличился Netflix, 24,9 миллиарда долларов США. Из российских брендов в рейтинг попали лишь, Сбер, Газпром, и, Лукойл. При этом, Сбер, по показателю, сила бренда, звездочка набрал 92 балла и вышел на третье место среди всех компаний мира, впереди оказались лишь китайский уичет, 95,4 балла, и прошлогодний лидер Ferrari, 93,9 балла. А по этому же показателю среди банковских брендов, Сбер, занял первое место. Звездочка показатель, сила бренда, учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний. Посмотрите на главные новинки с выставки CS 2021, представлено много прорывных технологий разных брендов.